Сделать доброе дело никогда не поздно. Марафон с добрым сердцем в каждый дом продолжается. Организаторы взяли под свое крыло 44 ребенка. Все дети с непростыми диагнозами и тяжелой степенью нарушения здоровья. Ребятам оказывается психологическая и материальная помощь. Во Дворце детей и молодежи прошел благотворительный концерт «Твори добро». Администрация Центрального района принимает непосредственное участие. Много работала для того, чтобы состоялся вот этот марафон и итоговый концерт. Сотрудники администрации работают с каждыми предприятиями, организациями Центрального района, неважно с государственными или частными, для того, чтобы все-таки они услышали и откликнулись в рамках нашего марафона и могли перечислить деньги для того, чтобы эти средства дошли до тех детей, в которых они нуждаются. Эта акция очень знаковая и мы поддерживаем именно флагман такого городского масштаба для того, чтобы сегодня обратили все внимание на те семьи, на тех деток, которые нуждаются в нашей заботе. И если мы хотя бы по крупице, по копеечке, по рублю соберем, просто по-человечески, по-женски проявим заботу в каждую семью, в каждый дом. Я думаю, что мы все с вами станем более светлее, чище, добрее. Собранные средства пойдут на приобретение медицинских препаратов, оборудование, инвалидных колясок, а также реабилитацию и лечение. От Центрального района в марафоне участвуют четыре семьи. Одна из них – семья Радивил, где живут Полина и Виктория. У обеих девочек большие проблемы со зрением. История получилась небанальная. Родился ребенок, как всегда, вполне все нормально, все хорошо, все отлично. Ничего не предвещало беды. В четыре месяца мы, родители, сами стали замечать, что-то ребенок не то, неправильно следит. Уже начали обращаться к врачам и обнаружилось, что у нас очень большие проблемы по зрению. Когда родился второй ребенок, генетически тоже самое, вплоть до такой же заболевания. Сложно же в такой период иногда дорогостоящие оборудования, особенно домашние, для нашего портативного увеличения. В каждом районе будут проходить благотворительные концерты, театрализованные представления, выставки и акции. Марафон продлится до 16 февраля. Пишите делать добро. Дарья Шманкевич, Александр Мирошниченко, Агентство Минск Новости.